Она играет на Тимир-Камузе, поёт песни, занимательно рассказывает интересные истории из жизни. И это при том, что Сайне Тагамбаевой 101 год. В преддверии Дня пожилых за праздничным столом собрались самые близкие родственники, проживающие в столице и её окрестностях, чтобы от всей души поздравить долгожительницу с наступающим праздником. Аппа, мой родственник? Однако семья Сайны Апы намного больше. Двое детей, 11 внуков, 16 правнуков и даже двое проправнуков. Родилась она в селе Кочкор на Рынской области 1 июля 1915 года. Окончила 7 классов, затем работала в колхозе на поле. Ухаживала за скотом, тогда и начала петь народные песни, чтобы не уснуть от усталости. Затем в годы войны трудилась в тылу, однако по незнанию не сделала удостоверения, подтверждающие это. Но тяжелее всего было вспоминается и на Аппа во время стройки Большого Чуйского канала, в который она принимала участие. Мы совсем молодыми тогда были. Копали и днем, и ночью. В любую погоду. Мерзли сильно. Там же и ели, и спали. Тяжело было. В глубину 5 метров канал был. У меня до сих пор суставы на погоду болят. И на руках, и на ногах. Самым главным для Сайны Тагамбаевой остается семья. Она вырастила детей, помогла воспитать внуков и правнуков. Хлопотать по хозяйству бабушка перестала лишь 91 год. Здоровье подвело. Мы живем в новостройке. В доме нет никаких коммуникаций и удобств. Даже бани. Потому маме приходится тяжело. Мы хотели бы попросить о помощи, чтобы выделили для мамы теплый дом. Все-таки не так давно она перенесла тяжелую болезнь. А еще хотелось бы, чтобы помогли сделать документы, подтверждающие то, что она труженик тыла. И к ее маленькой пенсии была какая-то надбавка. Сама же Сайна Тагамбаева на неудобства не жалуется, говорит, и не такое переживали. И до сих пор, как может, помогает воспитывать семье самых младших. Екатерина Ступкина, Асхат Ибраимов, НТС.